Вестник Северодвинска Появились подробности смертельного ДТП на Архангельском шоссе. Напомним, накануне в Северодвинске погиб мотоциклист. Не вредит экологии, легко хранится и дает много тепла. Уникальное биотопливо производят в Онеге. Пожаловаться на руководство через терминал. Новое оборудование установили во дворце молодежи «Строитель». О нем расскажем в рубрике «Культурный город». В Калининграде прошло большое транспортное совещание во главе с президентом Владимиром Путиным. В нем принял участие и губернатор Поморья Игорь Орлов. Говорили о масштабных инфраструктурных проектах, о развитии автодорожной сети всего Северо-Запада России и о работе морских портов и аэропортов. После моего доклада в итоговое решение этого совещания попали поручения в адрес Министерства транспорта, связанные с завершением реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта «Талаги». Дано поручение со следующего года начать реализацию проекта по реконструкции автомобильного моста на острове Ягре в городе Северодвинске и завершение всех процедур по передаче акции аэропорта «Архангельск» и 2-го отряда в собственность правительства Архангельской области. Для реализации масштабных транспортных проектов Владимир Путин предложил использовать инфраструктурную ипотеку, то есть кредитование госпроектов за счет частных инвесторов. Игорь Орлов же предложил в качестве пилотного проект «Белкамур». Говорили и о состоянии дорог Северо-Запада. По качеству они сегодня уступают общероссийским показателям и соответствуют нормативам только на треть. В Северодвинске еще один кандидат в депутаты горсовета снял свою кандидатуру на выборы. Это Александр Щербина. Документ уже рассмотрен в избиркоме. Заявление удовлетворено. Причину отказа от участия в предвыборной гонке Александр Щербина называть не стал. Он действующий депутат горсовета. Был зарегистрирован кандидатом в депутаты по 13 округу. Теперь за депутатский мандат в нем будут бороться три человека. Продолжается реконструкция участка проспекта Морского от улицы Малая Кудьма. Уже в октябре Морской будет соединен с проспектом Победы. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин проинспектировал, укладываются ли рабочие в срок. Сейчас на объекте устанавливают бортовой камень. Выполняется щебеночная подготовка дороги и тротуара. Стоимость работ более 35 миллионов рублей. Реконструирует участок Северодвинский подрядчик. Тротуар сделан до границы работ. Весь только щебель принять. Тот тротуар сделан до границы работ. Автомобильная дорога будет двухполосная, шириной 7,5 метров, длиной 319 метров. Также будет смонтировано наружное освещение, выполнено озеленение. Предстоит еще выполнение работы по устройству щебеночного основания, по тротуару, устройству верхних слоев тротуарного покрытия, а также асфальтобетонного покрытия на самом проезде. Новый объект позволит разгрузить улицы Юбилейную Кирилкина, сделает удобным подъезд к многоэтажным домам этого квартала. Оценить новую дорогу водители смогут в октябре. И вернемся к вопросу реконструкции еще одной дороги – Северодвинск-Архангельск. Еще в апреле этого года на пресс-конференции в Архангельск-Автодоре начальник Упрдор Холмогоры Константин Чупров сообщил об отсрочке начала этих работ. На дворе август и никаких подвижек, что будет дальше с трассой на Северодвинск. Объект 0-13 с доведением до первой технической категории, реконструкция. К сожалению, пока его перенесли, начало работ с 2017 на 2018 год. Очень надеемся, что его либо в конце этого текущего года, либо в начале 2018 его нам откроют. Пока разговор идет только о реконструкции и ремонте непригодного моста в Телекуиск-Агорке, но и потом в дальнейшем, наверное, всего объекта. Проектная документация дороги Северодвинск-Архангельс прошла все госэкспертизы. При необходимости в 2018 году ее актуализируют. Напомню, что с 1974 года эта дорога не перестраивалась, и на данный момент ее пропускная способность недостаточно. На стадии проектирования находятся работы по Краснофлотскому мосту и Талашскому шоссе. Идет обсуждение с мэрией Архангельска возможности совместно сделать отворотку с окружного шоссе с выходом на улицу Галушина. Финансирование федеральных дорог распределяется государством, поэтому говорить о конкретных планах 2018 года еще рано. А проект Северодвинки пока поставлен в режим ожидания. В Северодвинске продолжится ремонт внутриквартальных проездов. Администрация Северодвинска заключила второй в этом сезоне муниципальный контракт на ремонт асфальта во дворах. Потратят почти 6 миллионов рублей. Деньги сэкономили при проведении предыдущего аукциона на ремонт внутридворовых проездов. Итак, в списке счастливчиков жители Торцева 18, Арктическая 13, Победы 57-57А, Кириллкина 8, Ломоносова 45, Дзержинского 16, Бутому 12, Приморского 22-20, Трухенова 11, Арджиникидзе 11-13, Ломоносова 86 и Ломоносова 82. В последних трех дворах уже начались работы. Все должно быть завершено к концу сентября. Напомним, в рамках предыдущего контракта потратили 25 миллионов рублей. На эти деньги ремонтируют еще 45 дворов. Сейчас подрядчик работает на яграх. Осталось 9 объектов. Срок до конца сентября. Очередная партия лифтов поступила в Северодвин. Счастливчиками стали жители Ломоносова 120 и Бульвара строителей 17. Напомним, Северодвин стал лидером в регионе по замене подъемников благодаря вовремя сформированной заявке. Как идут работы в шахтах, увидела Евгения Карелина. Все, железку уже устанавливали. Лебедку, упрощит управление. Сейчас ограничение скорости устанавливаем. Двери устанавливали по шахтам. Потом электрику будем делать. И лишь затем специалисты из Москвы соберут кабины. На Ломоносово 100 полным ходом монтируют подъемники. До того, как оборудование завезли на верхний этаж, оно хранилось на улице. Строители рассказали, не все северодвинцы добросовестные. Части подъемника воровали и в этом доме, а также на Морском 35 и на Дзержинского 11. Замесли уже. А потом я прихожу, смотрю возле дверя. Я дверь открываю. Он с этими деталями хотел выйти из подъезда. Я четвертым подъездом живу, туда отнесу, чтобы там быстрее закончили. Но он врал, он хотел сдавать или куда-то. Новые железы, кронштейны, полоса заземления. Сегодня в северодвинской столице привезли четыре новых лифта. В скором времени их начнут демонтировать на Ломоносово 120. Здесь строители столкнулись с проблемой. Еще в прошлом году один из лифтов сгорел, и теперь все оборудование на чердак придется заносить вручную. В северодвинск ежедневно поступают по несколько лифтов. Накануне четыре полных комплекта отправились на Ломоносово 87. Напомним, всего в городе поменяют 144 подъемника в 32 домах. Первые 40 лифтов обещают ввести в эксплуатацию до 15 сентября. Станция управления тоже нового образца, не старого или не релейного, а нового образца, для которого уже и меньше шума создают, и не от этого щелкания. Жильцы уже в этом понимании. Во-вторых, трассовая система вся совершенно другая. А лифтовые двери полностью металлизированы, металл. Напомним, стоимость одного нового лифта – 1 миллион 800 тысяч рублей. Всего из фонда капитального ремонта потратят на северодвинские подъемники почти 290 миллионов. Лифты в наш город поставляет московский завод, оттуда же и рабочие. Меняют подъемники по всей стране даже в Сочи во время Олимпиады. Но у северодвинцев возникли вопросы, когда у их подъездов стали появляться ящики с оборудованием. Лежали они по несколько недель, пока рабочие не приступили к монтажу. Оборудование все специально для вашего региона, так как завозится уже в северный регион, то это оборудование все сверху закрыто еще полиэтиленовой пленкой. Даже самый сильный ливень вовнутрь оборудования, которое боится влаги, оно не попадет. А станция управления, которая вносится, она заносится сразу же в машинное помещение, в шахту. Она улицы не хранится. Сложившаяся практика замены лифтового оборудования, она показывает, что наиболее динамично идет работа, когда лифтовое оборудование уже заранее складируется у места его монтажа. Либо в случае боровства, то здесь всю ответственность несет подрядная организация. Специалисты обещают, что новые лифты прослужат четверть века, все подъемники заменить должны к Новому году. Евгения Акарелина, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. Время узнать о погоде на пятницу. Прогноз подготовила ведущая Небесной канцелярии Ирада. На закате недели пройдут небольшие дожди. Здравствуйте. О прогнозах на пятницу смотрите в Небесной канцелярии сразу после коротких анонсов. Смотрите во второй части выпуска. Появились подробности смертельного ДТП на Архангельском шоссе. Напомним, накануне в Северодвинске погиб мотоциклист. Не вредит экологии, легко хранится и дает много тепла. Уникальное биотопливо производят в Анеге. Пожаловаться на руководство через терминал. Новое оборудование установили во Дворце молодежи «Строитель». О нем расскажем в рубрике «Культурный город». О метеопрогнозах на пятницу расскажет вам Небесная канцелярия. Вас приветствую я и Рады. Наш спонсор. Медицинский центр «Семейный доктор» на железнодорожной 34. Шесть лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований. Лазерное лечение заболеваний лор-органов, гирурготерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье, наша забота. Железнодорожная 34. 18 августа по данным сайта Архангельского гидромедцентра, в северодвинске температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов днем до 20 тепла. Переменная облачность. Во второй половине дня небольшие осадки. Ветер юго-восточный слабый 2 метра в секунду. Атмосферное давление в течение дня не изменится и составит 764 миллиметра ртутного столба. 18 августа по народному календарю Евстигней «Житник». Во время сжатвы в этот день старались найти стебель, на котором одновременно растет 12 колосьев. Находку хранили до весны в доме. Следующий посев зерна его бросали в землю, надеясь на богатый урожай. Еще одна традиция этого дня – нужно обязательно съесть хлеб с солью и луком, запивая квасом. Отчего бывают здоровые, а лицо имеет свежий вид. Быть здоровым поможет и наш спонсор – медицинский центр «Семейный доктор». В августе скидки на обследование щитовидной железы и инфекции, передаваемые половым путем. Медицинский центр «Семейный доктор» и «Железнодорожная 34». Я с вами прощаюсь, увидимся завтра. Шесть лет на защите вашего здоровья. Медицинский центр «Семейный доктор» предлагает широкий спектр качественных медицинских услуг для взрослых и детей. Все виды ультразвуковой диагностики, в том числе УЗИ сердца, плода, оценка проходимости маточных труб. Более тысячи видов лабораторных исследований, лазерное лечение заболеваний лор-органов, герудотерапия, водительские комиссии. Прием ведут только высококвалифицированные специалисты с огромным опытом работы. Болезнь можно предотвратить до начала тревожных симптомов. Медицинский центр «Семейный доктор». Ваше здоровье – наша забота. «Железнодорожная 34». В «Надомаркете» тарелка из стекла в ассортименте 79 рублей. Хочешь защитить свою дачу от огня? Не разводи костры и не сжигай мусор вблизи строений. Проезд к дому должен быть свободен. Очищай территорию от сухой травы и мусора. Пользуйся исправными отопительными устройствами. Содержи электропроводку в порядке. Не оставляй без присмотра работающие электроприборы. При возникновении пожара немерено сообщив пожарную службу по телефону 01 со стационарного 112-101 с мобильного. Отдел гражданской защиты администрации Северодвинска. Телефон 58-34-54. Вы смотрите Вестник Северодвинска. И мы продолжаем. Уникальное для России биотопливо производят в Онеге. Крупнейший в Европе и единственный в нашей стране завод по производству черных пилет работает в Поморье уже два года. Новое биотопливо не отравляет атмосферу. При сжигании практически не дает золы, а тепла от него как от каменного угля. Что еще входит в состав черных пилет и как они могут решить энергетическую проблему региона, выяснял наш корреспондент Александр Петровский. Это готовый продукт Онежского завода Бионет. Черные пилеты по виду напоминающие спрессованный уголь. Однако сырье для их производства не нужно добывать из-под земли. Уникальное топливо делают из отходов гидролизного завода – лигнина. Его за годы работы уже не действующего предприятия – целые залежи. Сырье привозят на завод, где затем сушат и формуют готовые гранулы. Топливо из Поморья нашло своего покупателя и за рубежом. У нас уже выполнена поставка во Францию. Это мы поставили около 4000 тонн. В год завод способен произвести до 150 тысяч тонн пилет из лигнина. 10% используется для собственных нужд. Кроме того, на биотопливо удалось перевести и Онежский хлебозавод. Готовые пилеты из лигнина не требуют особых условий для хранения, не впитывают воду и не самовозгораются. Все это позволяет хранить пилеты под открытым небом. Ознакомившись с уникальным производством, губернатор области поручил проработать возможность перевода на пилеты котельной в селе Ломоносово. Уверен, что таких вот точек, на которых мы можем найти по бионетру применение в области, особенно в нашем стремлении замены привозного топлива на свое собственное, будет множество. Надо просто крепко будет подумать, продумать логистику, продумать условия поставок. Завод не только улучшает экологическую обстановку в регионе, но и дает работу 160-ти онежанам. Возможно, подобное предприятие появится и в Архангельске, где также есть отходы производства недействующего гидролизного завода. Александр Петровский, Александр Дятлев, Вестник Северодвинска. Полицейские региона просят помощи у горожан, разыскиваются двое молодых людей. Юноши самовольно покинули детский лагерь. Подробности в рубрике «Протокол». Спонсор рубрики «Магазин Рыбак». Чем приманить рыбку на крючок? На помощь рыбацкой смекалке приходят всевозможные прикормки. Активаторы клева и наживки в магазине «Рыбак». Для ловли в озерах, реках и на море. Всегда в продаже живая наживка. Опарыши. Простой, красный, крупный. Простой, в эконом упаковке. Живой мотыль в жидкости. Прикормка супер универсальная с живым опарышем. Черви дендробена и навозные. Большой выбор сухой прикормки для ловли карпа, карася, леща и платвы. Магазин «Рыбак» на Южной 34 в Северодвинске и на Садовой 8 и окружном шоссе 13 в Архангельске. Разыскиваются двое молодых людей. Оба ушли в неизвестном направлении из лагеря в Холмогорском районе 13 августа днем. И до настоящего момента их местонахождение неизвестно. Разыскивается 17-летний Александр Юдин, уроженец Коряжмы. Худощаева телосложения, рост около 175 сантиметров. Был одет в футболку и штаны темного цвета. При себе имеет мобильный телефон. Разыскивается 16-летний Роман Горяинов, уроженец села Яринск Ленского района. Рост около 170 сантиметров, худощаева телосложения. Был также одет в футболку и штаны темного цвета. Всем, кому что-либо известно о судьбе молодых людей, полицейские просят сообщить по номерам, указанным на экране. Стали известны подробности смертельного ДТП в Северодвинске. Напомним, накануне на Архангельском шоссе погиб мотоциклист. Мужчина двигался со стороны морского, встречный Субару поворачивал налево на подводников. По словам очевидцев, в этот момент горел зеленый сигнал светофора, а мотоциклист пытался уйти от столкновения. Уронил свой транспорт и головой стукнулся об заднее колесо автомобиля. Мотоцикл проехал порядка 50 метров. Оба водителя находились, были трезвые. Значит, водитель Субару, житель города, 74-го года рождения, мотоциклист, также житель города Северодвинска, 78-го года рождения. Будут экспертизы назначены, определенные исследования. По результатам проверки уже будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливается, с какой скоростью двигался мотоциклист и на какой сигнал светофора поворачивал автомобилист, мигающий зеленый или нет. Мотоциклист от полученной травмы скончался мгновенно. Пожаловаться или похвалить руководство Дворца молодежи северодвинцы смогут без письменного заявления. Оно придет в СМС на все телефоны администрации. В стройке для этого установили специальный терминал. Подробнее в рубрике «Культурный город». Терминал бронирования билетов установили во Дворце молодежи-строитель. Теперь северодвинцы могут забронировать себе место на любой сеанс, как в этот же день, так и на несколько дней вперед. А сам билет забрать в кассе. Также терминал позволяет пожаловаться на руководство стройки или написать пожелание. СМС приходит на телефоны всей администрации. В случае жалобы станут разбираться. Над терминалом во Дворце молодежи совместно с программистами работали полгода. Также в дальнейшем планируем установить в разных местах Северодвинска более совершенные билетные терминалы, на котором можно будет уже производить оплату и получать сам билет на бумажном носителе. Цель избежать очереди у кассы. В ближайшее время здесь появится расписание театра «Автограф», а также ближайших концертов. Возможно, через терминалы можно будет покупать билеты и на мероприятия в Архангельске. Сотрудники ГИБДД останавливают водителей не из-за нарушений. Полицейские вместе с экологами вышли на Архангельское шоссе напомнить рулевым, как необходимо бережно относиться к природе при ремонте и обслуживании автомобиля. Сегодня прошла акция «Экологическая этика водителя». Открываются специализированные станции, сервисы. Но, я не знаю, если сейчас наши водители будут на этом экономить, так, наверное, будет себе дороже. Вот и все. Стараемся экологию не загрязнять. По мнению экологов, технические жидкости содержат ядовитые вещества, пары масел раздражают слизистую оболочку глаз, а один литр отработанного масла, рассеянного в почве, делает непригодным для питья более 100 тонн грунтовых вод. Эдуард Коваценко и сам связан с экологией. Он занимается приемом промышленных отходов на Севмаше. Автомобилист точно знает, как ухаживать за своим транспортным средством. Я в салоне это все делаю, в специализированных, так сказать, структурах, которые этим занимаются. У них, наверное, есть какие-то рецензии и так далее. Поэтому сам я это не делаю. В официальных, да, то есть в салоне. Например, менять масла и другие технические жидкости, фильтры, а также мыть машины экологически безопасным способом и пользоваться специальными сервисами. Экологи уверены, отработанные фильтры являются опасными отходами. Если они попадают в окружающую среду, экологическая система восстанавливается более 10 лет. А теперь подведем итоги исторической викторины Ума-Палата. Итак, Архангельская область не становится полем наземных сражений в период Великой Отечественной войны, но принимает арктические союзные конвои с поставками по Ленд-Лизу. Приход первого из них 31 августа 1941 года послужил прологом к началу беспримерной в истории военной операции продолжительностью более 4 лет. Она получила название «Дервиш» – ответ «В». Самый первый нулевой конвой свой путь начал из Ливерпуля, остальные военные караваны отплывали из Исландии и Шотландии. Ответ «А». Самый опасный, но и самый быстрый вариант поставок. По разным данным, всего с августа 1941 года по май 1945 года 78 конвоев доставили в Архангельск, Северодвинск и Мурманск до 4,5 миллионов тонн крайне важных для страны стратегических грузов. В том числе 5 тысяч танков, 7 тысяч самолетов, тысячи автомобилей, десятки тысяч тонн боеприпасов, снаряжений и продовольствия. Наиболее трагическая судьба постигла конвой ПК-17, направившийся в СССР в июле 1942 года. Из 35 судов смогло прибыть в порт назначения лишь 11 «Ответ-В». Сегодня поздравляем Алексея Данилова и ждем за призом в понедельник, 21 августа, в 18.30. Рецепт здорового сна от фирменного салона «Оскона». Ортопедические матрасы, подушки, кровати и постельные принадлежности. «Оскона», спите на здоровье. Дом «Быт и Северное Сияние», 2 этаж, Ломоносова, 75. Торговый центр «Радуга», 2 этаж. Торговый центр «Квартал», 2 этаж. Труда, 64. На домаркете! Футболка детская, 99 рублей. В теплом доме при покупке продукции «Симфер» дарим сертификат на 5 лет гарантии. «Симфер» – минимум места, максимум пользы. В теплом доме газ под контролем. Проведите дачный сезон с комфортом. Компания БСВ предлагает устройство колодцев из цельной пластиковой трубы с неограниченным сроком эксплуатации. Автономных систем водоснабжения и очистки воды, а также современных станций биологической очистки источных вод от компании «Юнилос» и канализационных септиков по доступной цене. Звоните по телефону 8 911 572 83 18. Сохранить дары лета и переработать урожай просто. Вам поможет умная сушилка из «Идри». Сушите овощи, зелень, грибы, ягоды, фрукты, а также готовьте пастилу, конфеты, чипсы и многое другое. Наслаждайтесь вкусом и ароматом полезных заготовок. Только до 15 сентября суперпредложение – скидка на сушильные комбайны из «Идри» и комплектующие к ним 10%. Ждем вас в Садовом центре «Сияние» на Карла Маркса 19. Телефон 69 68 06. Север Газбанк. Кредит для бизнеса на приобретение основных средств от 9,9% годовых. И о спорте в Венгрии на озере Болотон завершился чемпионат мира по плаванию на открытой воде в категории «Мастерс». Нашу страну и северодвинский клуб «Пингвин» представляла наша землячка Елена Филимонова. В категории «Мастерс» может выступить практически любой желающий. Важно лишь быть членом клуба пловцов. Елена – непрофессиональная спортсменка. Предстоящий сезон будет четвертым в ее карьере. Пришла я к плаванию абсолютно случайно. В бассейне встретила любителей водных видов спорта из клуба «Пингвин». Они предложили с ними поучаствовать в суточном марафоне в городе Котлас. Проплыть там час. Ну, в эстафете сутки плыть. И я согласилась, съездила. Плавать я тогда вообще почти не умела. Ну, мне очень понравилось. После этих соревнований Елена принимала участие в чемпионате Европы и переплывала Гибралтар. На чемпионате по водным видам спорта в Венгрии наша пловчиха участвовала в заплыве на 3 километра на открытой воде. Этот вид традиционно самый непредсказуемый. На результат может повлиять и погода, и соперники, которые плывут рядом. Елена финишировала 37 из 45 участников категории 25-29 лет. Но результат более чем достойный. Обладательница второго разряда по плаванию смогла обойти других спортсменов-любителей. Впереди оказались лишь профессиональные спортсмены, завершившие свою карьеру. На сегодня у меня все еще больше новостей. Читайте на сайте go29.ru. Материалы выпусков вы можете посмотреть и на сайте свойрегион.тв. До свидания.